привет любимые мои мне 44 года здесь на youtube не знаю я по моему ни разу не упоминала свой возраст кто подписан на мой телеграм-канал те знают там я его не скрываю кстати кто еще не подписался подписывайтесь ссылка под видео в описании и в подсказках и так сегодняшняя тема возраст как менялась моя сексуальность с возрастом если страх старения как я вообще себе представляю свою сексуальную жизнь в дальнейшем ведь мне уже скоро 50 а потом и 60 70 и так далее так вот когда мне было 19 20 лет я очень четко помню этот момент и свои мысли как я тогда раздумывала о том что время идет мне уже там целых 19 20 лет и я уже прожила половину жизни до 40 то есть вот еще столько же и мне будет целых 40 и я совершенно искренне желала себе не жить дольше 40 лет вот я я помню как я об этом думала мне казалось что 40 лет это уже такая дремучая старость это такой ужасный рубеж что лучше просто не жить дальше все я стану старая некрасивая морщинистая никому не интересная и наверное просто смысл а в этом всем уже дальше не будет в том чтобы быть вот настолько ужасный отталкивающий и неприятный не казалось что вот люди после 40 лет они женщины они просто уже отталкивающий выглядят и это какой-то мрак мне казалось что вот всем мужчинам нужны только в 20 лет не максимум до 25 лет так как сами мужчины это постоянно транслируют я с этим сталкиваюсь и своих блогах и здесь на youtube я читала как мужчины пишут что женщины до 30 лет это ликвид после 30 лет на свалку они никому не нужны вот эти все присказки про то что мужик в любом возрасте молодец и огурчик и завидный жених а женщины до 25 до 30 лет да а дальше до свидания и конечно же такие фразы они очень больно ранен женщин и они западают им сознание они на них действуют а потом вы удивляетесь почему вы выходите на сайты знакомств а женщин там почти нет а потому что благодаря вот этим установкам которые сами же мужчины транслируют причем эти мужчины которые такие установки транслируют они на самом деле согласны на секс и на отношения с женщинами и после 30 и после 40 и после 50 но зачем они гонят вот эту муть и женщины очень многие когда им стукает 30 40 45 50 неважно у всех эта планка разная но когда они достигают этого возраста про который они слышали что это уже не ликвид они сами себя снимают сексуального рынка они просто уже не выходят на сайты знакомств они не выходят на свидание они не отвечают вам в соцсетях в мессенджерах потому что они убеждены что вы врете что она вам не нужна что вы хотите этих свиданий они уверены что это какая-то нелепое недоразумение это случайность на самом деле она никому не нужна все и она уже сама себя исключает из общения с вами из возможного секса с вами из возможных отношений с вами а мужики потом бегают и киркде брать женщин уже хоть каких-нибудь их нигде нет на сайтах и знакомств одни мужчины женщины отмалчиваются сидят знакомиться не хотят и да вот у меня были такие мысли я помню что на 25-летних женщин девушек это же ждать еще девушки я смотрела с сочувствием я же знакомилась с семейными парами для же им же и чаще всего это были какие-то пары ну в пределах до 35 лет чаще 25 27 32 где-то вот такой возраст был у женщин в этих семейных парах и я точно сочувствовала им с каким-то таким сожалением на них смотрела разглядывала каждую целлюлитинку где-то не до конца упругую кожу он думал вот я тут такая красотка такая упругая ну они вот бедняжки вот наслаждаются каким-то последним сексом и вообще им повезло что у них вообще хоть какой-то секс еще есть флэх 27 лет ну серьезно мне сейчас очень стыдно это вспоминать и рассказывать но в том возрасте у меня действительно такие мысли проскакивали и я же их ниоткуда не взяла ну я же их не сама придумала это все инфополе которое я впитала и которая вам не говорила я безумно боялась возраста течения времени и когда фильм москва срезам не верит в 40 лет жизнь только начинается и какие-то отдельные рассказы женщин которые утверждали что после 40 лет жизнь бьет ключом секс прекрасен и вообще еще масса возможностей я считала что они врут и они просто таким образом пытаются ну как-то замазать это бедственное положение в котором они находятся я не верила и даже как-то не обращала внимание и отвергала такие утверждения мне казалось что москва слезам не верит эта история что она влюбилась очень сильно наконец-то первые ее более-менее какие-то отношения у нее начались только после 40 и вообще возможно вот эти все чувства отношения влюбленность я считала что такая сказка для успокоения женщин 40 плюс на самом деле так не бывает хотя мне моя мама рассказывала историю еще в детстве про моего родного дедушка по ее линии и она мне говорила что он в 70 лет по моему его из лагерей освободили он раскулаченным было ну второе поколение раскулаченных его освободили из лагерей и вот он после лагерей пришел и женился второй раз то есть там у него была первая жена она умерла и он женился второй раз на бабушке то есть ему было 70 или ей там 66 или 68 то есть вот уже казалось бы такой возраст и он говорил что он еще никогда в жизни не был так счастлив и так сильно влюблен как в свои 70 лет я конечно слушала это с удивлением тоже как какую-то очередную невозможную сказку мама с таким воодушевлением рассказывала и она же была свидетелем их отношений их брака она общалась с этим дедушка и видела его новую жену и она утверждала что да у них действительно были вот такие очень романтичные очень яркие эмоциональные отношения хотя мне казалось ну как какие вообще отношения могут быть в 70 лет нужен там ничего ни у кого не работает ну что это такое и когда я разводилась с первым мужем в тридцать четыре года я точно помню свои мысли все наверное у меня больше никогда в жизни не будет секса мне уже целых тридцать четыре года у меня есть ребенок и все наверное моя жизнь закончилась то есть с одной стороны инициатором разрыва с мужем была я потому что у нас в отношениях уже так все было сложно и не получалось выйти из этого кризиса а с другой стороны как только я добилась того что он согласился расходиться я вдруг сама же испугалась все у меня больше в жизни секса не будет жизнь закончилась и буквально через две недели после того как мы с ним разошлись я познакомилась со вторым мужем на 11 лет младше меня причем наше знакомство состоялось таким образом что он меня сначала увидел без макияжа мы уже переписывали с ним на сайте знакомств и я знала что он младше я как-то боялась этого свидания хотя я уже на него согласилась и перед свиданием он предложил созвониться в скайпе чтобы по видео посмотреть насколько мы реальны и насколько соответствуем фотографиям друг друга вообще перекинуться пару слов но это нормальный правильный ход с его стороны был предложен чтобы зря не тратить время на свидание и я помню что я переживала что он младше и мне было сложно на это решиться окончательно я только вышла тогда из душа в халатике без макияжа полотенце на голове и тут он мне предлагается звониться в скайпе вместо того чтобы сказать да да через полчасика давай созвонимся там на марафетиться и выйти при параде я думаю я сейчас специально выйду к нему в скайпе без макияжа и с полотенцем на голове пусть он испугается и сам отменит это свидание мне не надо будет переживать я с ним созвонилась скайпе и знаете что он мне после этого сказал боже я как увидел тебя ненакрашенную с полотенцем на голове после душа скайпе я просто уже практически влюбился я понял что я безумно хочу к тебе уже на свидание я просто хотела тут я понял что я безумно хочу к тебе на свидание я такая опа что-то вообще не так вообще не так сработало и и у нас завертелись настолько бурные яркие эмоциональные отношения просто все перезагрузилась и у меня после родов очень сильно изменилась оргазмичность если до родов я вообще не всегда понимала был оргазм или не было его ну что он был какой-то не очень четкий не очень явный да иногда четко было понятно да газом был но часто были такие случаи когда я не понимала я только через время начинала понимать удовлетворена я или нет продолжаю я хотеть секса или я как-то чувствую себя спокойной в течение дня но после родов я очень четко начала ощущать оргазм первого ребенка я родила в 30 лет и вот встреча еще и со вторым мужем уже в 34 она очень перезагрузила мою сексуальность потому что выяснилось что то что у меня было до 34 лет это был такой более сдержанный секс то есть я стала более такой раскрыты раскрепощенной я стала готова на еще более глубокие эксперименты и самоотдачу чем это было до 34 лет если раньше меня постоянно беспокоило а чтобы мне подумают а как я выгляжу отвергнут меня или не отвергнут а можно ли себе вот это позволить сказать или сделать поцеловать первый там еще что-то сделать меня это беспокоило и я была очень сдержана ну хотя я и была уже достаточно скрепощена потому что мне уже и жем же были или с лесбиянка я желаю что меня только не было я снимала об этом видео но в то же время я поняла насколько все таки я была эмоционально закрытая во мне не было такой отдачи во мне не было такой смелости выражать сразу свои чувства желания и эмоции говорить все прямо и сразу не бояться сказать люблю не бояться сказать какие-то свои желания озвучить не бояться быть отвергнутой потому что ну что я уже первый раз вот пережила не умерла оказалось что даже начало происходить что-то вообще такое безумное классное крутое и развод это совсем не трагедия а начало чего-то более даже яркого чем было когда ты застрял в кризисе ты не мог выйти никак из этого кризиса и в итоге ты решаешься на развод как будто бы смерть какая-то произошла то есть тебе очень плохо идут бабах начинает происходить что-то очень прекрасное ты понимаешь что если бы не развод это бы не произошло и непонятно сколько бы ты вот в этом ну то ты как бы попал в болото в кризис да ты попал в болото в кризис ты не мог из него никак выбраться и ты все-таки решился из него выбраться ну хотя бы ценой разрыва и вдруг вдруг начинаешь лететь лететь высоко в небо и испытывать массу положительного в то время как ты думал что будет думала что будет какое-то призов прозябание вечное одиночество и вообще никогда в жизни секса не будет а тут в твоей жизни происходит наконец-то секс которая до тридцати четырех лет у тебя не было вот такого и я очень благодарна своему второму мужу за то что вот он мне это показал раскрыл он мне позволил не бояться возрастом он мне показал что женщина может быть ценной желанной любимой обожаемой для которой готовы делать все что угодно сексе в любом возрасте и даже если она старше своего мужчины аж на 11 лет благодаря ему я перестала бояться возраста совершенно по-другому начала смотреть на свою сексуальность на свою внешность я перестала бояться каких-то лишних килограммов потому что в 20 лет если у тебя ну там допустим рост 175 у меня рост 175 и при весе 65 килограмм я уже считала себя толстой я постоянно стремилась похудеть куда-то там хотя бы к 58 к 60 килограммам хотя мне это было тяжело и даже 62 63 килограммах и когда у меня был вес 65 я уже считала себя толстой я начинала садиться на какие-то диеты я начинала себя как-то изнурять в 20 лет ты не можешь вынести мусор без макияжа без каблуков ты не можешь выйти в магазин за хлебом без полного парада потому что тебе кажется что ты некрасивая ты недостаточно эффектная и ты очень сильно паришься своей внешностью хотя казалось бы в 20 лет ты должна быть уверена своей внешности но как раз 20 летних девочек проблемы с самооценкой насчет внешности это после 30 лет если все идет благополучно ты начинаешь любить свою внешность так у меня было после 30 лет я начала любить свою внешность я начала чувствовать себя красивой я начала себя чувствовать сексуальный меня перестали парить лишние килограммы то есть если у меня уже был вес 70 75 килограмм я все равно была звезда я все равно узнала что у меня все прекрасно я могла позволить себе ходить без макияжа и муж меня постоянно просил и после мужа когда у меня уже были отношения тоже мужчина меня постоянно просил не краситься в обычной жизни потому что он меня даже просил не краситься на свинг вечеринку зачем ты красишься красивая без макияжа не надо краситься на свинг вечеринку но я все равно на вечеринку я все равно накрасилась и на свинг встреча ну я и так не очень много крашусь да тон нанесла там немножко блеском губы и реснички то есть особо каких-то таких разрисовок у меня нет и это очень приятно слышать когда тебе мужчина уже вот после 30 после твоих 40 лет такое говорит и это еще больше поднимает самооценку а в 20 лет даже если мне такое говорили я не воспринимала эту информацию я от нее отмахивалась была какая-то такая постоянная уверенность что все равно я какая-то недостаточно недостаточно чего-то недостаточно и такая беда очень многих 20-летних девочек я вот по другим женщинам тоже замечала что 16 17 20 лет какая бы красотка не была но почему-то очень-очень парятся девочки насчет внешности постоянно мазюкаются постоянно на диетах и вроде бы и выглядят идеально но все время они сами к себе придираются она становится старше она конечно становится более раскрепощенной больше сама может дать эмоций и она больше может принять эмоций она не зациклена на вот этих вот внутренних самокопаниях ограничениях и комплексах ну нет вот этой слишком большой сосредоточенности на себе нет страха быть отвергнуты ай я что-то предложу я что-то сделаю я что-то сделаю первое и ничего страшного если меня отвергнут ничего страшного если меня обманут если отношения закончатся я это все уже проходила я от этого не умерла ничего страшного не случилось перезагрузилась пошла дальше и происходило что-то еще более крутое в моей жизни. И когда уже после второго мужа мои следующие отношения, когда мужчина мне говорил позже, я впервые в жизни так сильно влюбился, влюбился как подросток. Мне же на тот момент было 40 лет. Или 41. В общем, ну, короче, 40 уже исполнилось. И я вспомнила этот фильм «Москва слезам не верит» для себя тогда. Подумала, блин, а ведь они были правы. В 40 лет жизнь только начинается. Потому что ты прошел уже какие-то вот такие серьезные кризисы в своей жизни. Ты их переварил, переработал. Ты на них вырос. И твое качество отношений и секса, оно уже становится другое. Оно становится на порядок выше. Ты и сам можешь больше всего дать, кроме внешности. А если ты не особо угробил свою внешность алкоголем, сигаретами, полным отсутствием спорта. Я знаю, что я сейчас поправилась. Но в целом я всю жизнь занималась спортом. И как только я окажусь в Чехии, я снова себя смогу привести в порядок. Без вот этой нервотрепки, которая вокруг меня, без этих сирен я перестану нервничать. И снова будет все прекрасно. И если ты не убил свою внешность этим всем, и на свой возраст ты выглядишь хорошо, то не может быть и речи о том, что твоя сексуальная жизнь и твои отношения станут хуже. И ты станешь не ликвидом, а никому не нужным. Хотя я видела женщин. Ко мне на консультации приходили. В телеграм мне писали. Которые реально классно выглядят в своем возрасте. Просто офигенно выглядят. И 50-летних, 52-летних видела. Но она сама не считает себя красивой. Вот был у нее мужик, который просто убил ей самооценку. Методично убивал в течение очень многих лет. И она ему поверила. Он убивал ее самооценку для того, чтобы она от него никуда не делась. В итоге все равно она от него ушла. Потому что выдерживать бесконечно это невозможно. Поэтому мужчины, пожалуйста, не занимайтесь этим. Не надо убивать женщинам самооценку. У вас все равно отношения разрушатся. Да, может быть она уйдет чуть позже. Благодаря своей пониженной самооценке. Она будет бояться какое-то время от вас уйти. Но выдерживать очень долго, когда тебя гнобят. И внушая тебе, что ты никакая, некрасивая. Это невозможно. Ваши отношения все равно разрушатся. Больше шансов, если женщина будет чувствовать себя красивой рядом с вами. И верить в то, что она красивая. И вот, да. И она не ходит на свидания. Она не выходит на сайты знакомств. Потому что она сама себя списала. Хотя, ну, реально выглядит просто очень классно. Я помню, смотрела выпуск про Бриджит Бардо. Ну, вроде как в 38 лет, да. Она закончила свою карьеру. Это же был секс-символ. И там были сказаны ее слова о себе, что она себя уже считала некрасивой, уставшей женщиной. То есть были процитированы ее слова, что я смотрю в зеркало и вижу уставшую, замученную жизнью, увядающую женщину. Я не могу больше такой показываться на камеру. Я не хочу больше сниматься. И она ушла из кинематографа. И я помню, что я тогда это смотрела. По-моему, я была уже в этот момент во втором браке. И мне уже было, там, ближе к 40. Я тогда для себя решила, что нет. Вот она не права. И я так не буду. Потому что не во внешности главное. Ведь молодые девчонки, я себя помню 20-летнюю, молодые девчонки 20-летние, да, у них все классно с внешностью. Но у них куча других проблем. У них куча других минусов. И у меня 20-летней была куча разных, там, других минусов, которых у меня нет сейчас. Да, может быть, я где-то завидую самой себе, когда смотрю на свои фотографии 20-летние. Или вспоминаю, какая я была. Но в то же время я не могу сказать, что я не нравлюсь себе сейчас. Я сейчас себе все равно нравлюсь. Такая, как я сейчас есть. И я считаю, что нужно продолжать получать удовольствие от жизни, от общения, от секса, от мужчин. Ну, я би, не только от мужчин, да. В моем случае еще и от женщин. Кайфовать столько, сколько позволит в целом здоровье. Вот пока у меня мозг хоть как-то работает, пока мое тело нормально функционирует, а я свое тело старалась не убивать. Я старалась следить за питанием более-менее, хотя я не супер-пупер зожница, но более-менее я не могу сказать, что я себя убивала. Я не курила, я не очень злоупотребляла алкоголем, а в последнее время я стараюсь пить все меньше и меньше. И у меня ничего не болит. Все функционирует, можно сказать, идеально. И вот насколько у меня получится поддерживать свой организм и свой мозг в нормальном состоянии, вот столько я буду стараться получать удовольствие от жизни, от секса, от общения, от вечеринок, от мужчин, от женщин и радоваться жизни. И я планирую и в 60, и в 70 лет, и может быть даже в 80, если у меня получится тоже бегать на какие-то свинги, вечеринки и зажигать. Вот такие у меня планы. Я не знаю, как оно пойдет. Вот видите, какая разница? В 20 лет я себя 40-летнюю уже хоронила. Я искренне себе желала не жить дальше. А сейчас в 44 года у меня настолько все перезагрузилось и изменилось в течение жизни и тому, что я видела на своем пути жизненном, что я себе в 80 желаю наслаждения, секса, а может это до 90, если получится. Я не знаю. Я не исключаю, что может быть я буду делать какие-то пластические операции, когда вот все начнет обвисать. У меня сейчас не особо там этих морщин много. Ну, почти, почти нет. Потому что у меня такой тип кожи, такое строение лица. Мне в этом плане повезло. Но я понимаю, что все равно с возрастом оно все начнет морщиниться, обвисать, становиться хуже. И, наверное, мне захочется как-то это улучшить. Я не исключаю. Я по мере необходимости буду как-то бережно, аккуратненько стараться поддерживать свою внешность. Но не злоупотребляя. Потому что такие перекошенные лица ботоксом и чрезмерными подтяжками. Когда вот это вот глаза непонятно куда смотрят. Лицо совсем без мимики. Но это, наверное, лишнее. Наверное, лучше оставить какие-то морщинки и какие-то обвислости. Но быть живой, эмоциональной. Потому что самое главное для людей это эмоции. Эмоции. Не тело. Идеальное тело без эмоций это скульптура, это кукла. Да, есть люди. Есть люди с фетишем. На кукол и на безжизненные какие-то тела. Такое реально существует. Но это такие единичные отдельные случаи, ближе к патологиям каким-то. В норме людям важнее эмоции. А эмоции, наоборот, можно генерировать круче и лучше даже с возрастом. Потому что у тебя появляется в этом больше опыта. Даже посмотрите на некоторых звезд шоу-бизнеса. Они старее становятся только популярнее. Их финансовое состояние растут. Потому что публика их все больше любит и все больше им отдает. Казалось бы, они молодые были, красивые. Но это не все звезды так. Не со всеми. Но вот есть звезды, которые реально, смотришь, вот казалось бы, уже 50-60 лет. А человек выступает, поет. И его популярность никуда не девается, несмотря на то, что уже там и морщины, и тело не то. Ну и видно всем, что старушка или старичок пляшет. А нет. Народ кайфует, народ любит, народ на них идет. Почему? Потому что они все равно умеют давать эмоции. И с возрастом их умение заводить публику и давать эмоции, оно растет. Внешность становится хуже, а эмоции становятся больше. И оно друг друга уравновешивает. И тогда такие артисты могут продолжать быть востребованными. А те, которые выезжали только на внешности, да, они кто в 30, кто в 35, кто в 40 лет просто сходят со сцены и до свидания. Вот как-то так. И я надеюсь, мое видео вам поможет переосмыслить свои проблемы старения и возраста. Я, конечно же, все равно переживаю за свой возраст. Меня страшит эта цифра 50. 50 это уже, да, как бы, ну, как бы уже такой возраст бабушки. Я не хочу быть бабушкой. Но я понимаю, что это неизбежно. Это когда-то придет. И вместе с морщинами тоже. И мне нужно будет все равно это принимать и стараться давать что-то другое, ценное, что может возместить. Потому что, ну, возраст, если он приходит один, без твоего жизненного опыта позитивного, без каких-то осознаний правильных, то это грустно. Это действительно минус. Нет никаких плюсов в том, что увядает тело и кожа. Но когда к возрасту добавляется масса плюсов, тогда ты вроде как и не теряешь свою ценность. Оно уравновешивается. Поэтому, да, мне страшно. Нифига стареть не хочется. Я мечтаю про какую-нибудь таблеточку, которую можно будет выпить и заморозиться в каком-то возрасте. Хотя бы на моих 44, да. Или какие-то волшебные операции, которые без вреда для тела будут делать тебя молодым. Или еще какие-то такие волшебные штуки. И, конечно, я о них мечтаю и очень хочу, чтобы вы их изобрели до того, как я стану совсем старая. Но в то же время я адекватно воспринимаю то, что, да, стареть придется. Но я буду брать от жизни все. По максимуму стараться. В существующих условиях, которые мне будут даны, все равно находить плюсы, возможности и удовольствия. И яркий секс, и классные приключения. До тех пор, пока будет позволять мое здоровье. Я всех люблю. Целую. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка под видео в описании и в подсказках. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok